книга открытым оком тема священства том 17 вопрос 3146 когда я однажды спросила дочь священника почему они переезжают другое место она ответила папа нас так научил что нужно брать или все или ничего как-то понимать отвечает игнатий тихонович лапкин это поповский принцип жизни но они никогда и нигде всего взять не могут от жизни потому что предела всего никто не знает и будут как старуха у разбитого корыта а вот что ничего они не имеют в этом легко убедиться если будешь жить рядом с такими нужно работать в поте лица и не раз в год потеть а ежедневно и постоянно бытие 393 19 в поте лица твоего будешь есть хлеб доколе не возвратишься в землю из которой ты взят ибо прах ты и вправь позватишься иметь все здесь речь идет о потребительском брюхе они а бессмертном духе притче 30 15 16 у ненасытимости две дочери давай давай вот три ненасытимых и 4 которые не скажут довольно преисподняя и утроба бесплодная земля которая не насыщается водою и огонь который не говорит довольно а чтобы уметь быть жертвенным и помогать другим созвать к себе на обед у таких пожирателей чужих благ нет ни средств ни широты сердца деяние 20 35 во всем показал я вам что так трудясь надобно поддерживать слабых и памятовать слова господа иисуса ибо он сам сказал блажение давать нежели принимать сирахова 32 21 немногим довольствуется человек благовоспитанный и потому он не страдает одышкой на своем ложе притче 28 27 дающий нищему не обеднеет а кто закрывает глаза свои от него на том много проклятий серахова 21 ни во что ставящий малая мало по малу пойдет в упадок или все или ничего поговорка жадных с претензия на оригинальное безделье им не следует ничего давать когда они в силе работать так как сколько бы ты им и не давал они будут претендовать на твоего на все твое нужно научиться благодарить за самое крохотное благодеяние тебе и помнить его а зло даже самое великое испытанное тобой постараться забыть тавита 48 11 когда у тебя будет много твори из того милостыню и когда у тебя будет мало не бойся творить милостыню и понемногу ты спасешь себе благодатное сокровище на день ты запасаешь себе богодатное сокровище на день нужды ибо ты запасешь себе богодатное сокровище на день нужды ибо милостыня избавляет от смерти и не попускается идти во тьму милостыня есть богатый дар для всех кто творит ее пред всевышним авантюрный сын давида а весалом на короткое время захватил престол благословенного отца псалмопевца но потерял вскоре все давид же не имел ничего и скитался по горам не посягая даже на малое отца во ленин заглотнул все но подавился и сдох маразматиком советский союз посягал на тишину во всем мире и развалился как истлевший балаган в тихую погоду притчи двадцать пять шестнадцать нашел ты мед ешь сколько тебе потребно чтобы не присытиться им и не изблевать его и риме 51 44 и посещу вилла в вавилоне и сторону из уст его проглоченная им и народы не будут более стекаться к нему даже и стены вавилонские падут на нас с надеждой смотрит утром кошка и ластится и трется под ногами прирученным без нас жить невозможно дадим ли хлеба или бросим камнем и наше малое земное прохождение зависит от творца отнюдь не от планет он вовремя дает дожди и саваном оденет нечаянно захваченным приходится краснеть зависимы от множества причин погодных политических семейных не просто одичавших приручить к тому что богу нет иной замены незримый бог творит во тьме утробы как молоко в начале и творог и ноготки на благо и ноготки на благовестия ноги на проповедь язык влагает в рот все он все он творец и архитектор до филигранности рассчитывает нервы компьютер в голове с кардиоцентром и главное был человек бессмертный главное был человек бессмертным и как не славить за себя христа спасение даром дал любвеобильный растленным нам он повелел восстать но никого он не влечет насильно мы видим то что рядом бога бог сочувствуя чуть-чуть лишь единицам христу же жаль нас всех хотя он бог за каждого кровь алая струится струится зависимым и в малом и в большом шлем благодарность то осознавая особенно за то как спас нашел взывай и верь что он придет за вами как хорошо не одиноким быть покров иисуса от любой напасти нас может без застенчиво микроб убить свеча недогоревшая погаснет 26 мая 2006 года игнатий лапкин